Всем привет. Мы едем, везем маму на работу. И меня. И Таю. Меня на работу, только в садик. Здесь у нас вот этот мост, который мы недавно ремонтировали. За ним находится мельница. Я хочу сегодня о ней немножко рассказать. Буду здесь работать. Вот это здание? Белое. Белое, да. Это мельница называется. Какая мельница? Здесь раньше люди работали, муку мололи. Мололи мельца. Вот. Сегодня обзор небольшой сделаю. У нас сегодня плюс 10. У нас вообще как бы тепло, зимы уже в последнее время нету. Раньше были сугробы там. Я забыл, я говорю, давай переедем там, где северний, чтоб снег там был. Она не хочет. Да, я не хочу, потому что я люблю, когда жарко. Ну, не когда очень жарко, когда тупого градусов 30. У нас летом градусов 40, так. Никогда было 27, в тени самое лучшее. Ну, да солнце там, я не знаю, куда-то будет. 60-70. О, если градусик на солнце повесить, то вообще страшная температура. Друзья, ну, секунда времени перед работой. Вот. Домик, который я ремонтирую, здесь небольшие совсем перемены. Вот, ну. Вот. Форточку прикрутил. Здесь вот вывожу. Ну, вот розетка надо еще собрать. Здесь вот включатель убрал, повешу другой. Провод уберу. Провода здесь были. Открытая проводка была. Я хочу всю ее пустить в другой. В той комнате здесь вот розетку тоже повесил. Вот. Проводка вся в той комнате. Вечером мало что успеваешь сделать. Здесь вот под гипсокартоном готовлю пока здесь вот рейку на эту стену повесил. Вот этот потолок немножко подровняю. Перепад большой. Может гипсокартон куплю на днях. Ну, вот эти доски тоже гипсокартоном зажью. Зашпаклюю. Не знаю, сейчас зашивать не сейчас. Еще с дверью вот что-то хочу придумать. Может, проем буду убирать. Вот. В общем, вот так вот. Здесь ремонт движется медленно. Друзья, всем привет. Пока здесь работаю поблизости, решил снять нашу мельницу. Ее называют мельницей, но уже здесь все брошено. Хочу показать. Это вот здание самой мельницы. Там год ее постройки стоит. Сейчас подойдем поближе, рассмотрим. Здесь вот заезд такой вот с трассы удобный. Здесь сюда приезжал народ за мукой получать. Очень хорошая была мука. Дальше потом вот маслобойня. Было пристроено вот это вот... То, что повыше вот один скат, крыша. Сейчас это брошено. На балансе у администрации стоит сельского поселения. И даже продается. Вот кому интересно. Здесь полгектара земли за этим участком числится. Сейчас пройдем. Немного расскажу. Здесь вот гаражи. Такой вот гараж на четыре отсека. Тоже брошено. Там вот уже жилые дома пошли. Вот это здание. С трассы так выглядит. Там вот... 60-й год. Здесь вот... Бункер был на стене. Туда... Ну... Пыль. Отходы, в общем, зерна шли. Здесь вот... Была эстакада. Заезжала машина. Выгружала пшеницу. Работали люди здесь. Ну, там внутри, наверное, ничего нет. Довольно большое здание. Ну, то, что осталось. Сюда вот высыпалась пшеница. Здесь вот домик был. Здесь сидел, не знаю, учетчик или бригадир, или... Как правильно сказать. В общем, начальство здесь было. Здесь вот... В этот бункер мука поступала. Здесь отруби были. Вот, я помню, здесь еще приезжал за мукой. Ну, здесь почти все разломано. Потихоньку разбирают. К сожалению. Пройдем дальше, посмотрим. Здесь вот заезжал. Когда-то трактор. Попрошайкой мы его называем. По-моему, Т25, если не ошибаюсь. Загружался отрубями. Вот. А здесь уже был маслоцех. Ну, что-то я боюсь сюда заходить. Как бы что на голову не упало, тоже вон стенку разобрали. Такое вот помещение. Все в таком находится состоянии развалином. Довольно большой участок. Это дорожники сюда вывозили с дороги асфальт. Здесь еще есть помещение. Они тоже за мельницей закреплены. Здесь когда-то газ в баллонах стоял. Вот даже надпись осталась. Газ огне опасно. Тоже все заросшее. В этом году тоже здесь пожар тушили. Я приезжал. Люди на огороде зажгли и пошло здесь гореть. Здесь вот трава сухая. Приезжали тушить сюда огонь. Здесь вот эстакада такая. в общем вот такие довольно большие еще складские помещения. Все брошено, все зарастает. наверное даже можно пейнтбол проводить. играть в войнушки. Ну вот отсюда эта мельница так вот выглядит. Там вот трасса. Интересное местоположение у этого участка. Он находится на трассе как раз между Ленинградской и Павловской. Это атаманская. Я думаю было бы неплохо если бы здесь какую-то стоянку для грузовиков сделать или гостиница там СТО. Место позволяет. Довольно большая площадь. Репяхи прилипли. Здесь отбыл пожар. Здесь от ручей. В общем участок до вот этого ручья. Но сейчас здесь воды нет. В этом году засуха. Раньше здесь была вода. здесь даже мельницу затопляло было время. И решили в общем прокопать чтобы вода уходила экскаватором углубить этот ручей. И копали эту балочку возле мельницы уже углубляли ее. сейчас расскажу где-то в этом районе где-то здесь и выкопали в общем экскаваторщик сразу не понял что он выкапывает такие болванки железные одинаковой формы когда вылез бросил экскаватор и убежал выкопал здесь бомбы склад бомб со времен войны где-то вот в этом месте приезжали саперы как бы обследовали все много выкопали бомб вывезли за станицу то есть все как бы взорвали обезвредили вот саперы все здесь обследовали и никто даже не знал что здесь закопаны бомбы вот с этого ракурса еще это здание печальное запустение в общем вот такой большой участок в 50 соток здесь стояло здание от него как бы ну ничего не осталось пристройка такая была здесь люди приезжали кому надо было помолоть кукурузу пшеницу на корма подробить дробилка в общем здесь была сюда очередь стояла в общем если кто-то хочет купить большой участок возле трассы ну постройки не знаю может можно отремонтировать может под снос в общем этот участок продается обращаться в администрацию атаманского сельского поселения такой вот небольшой обзор цена вопроса если я не ошибаюсь 1 миллион рублей ну еще момент такой из-за кого заинтересовал этот участок как бы эти деньги пойдут в бюджет атаманского сельского поселения и в общем на обустройство станицы то есть вы приобретете участок и в то же время поможете обустройству станицы